Это афиша к спектаклю «Яма», а это афиша к драме. Обоим театральным плакатам больше 20 лет. В конце прошлого века именно они приглашали жителей на спектакли. Образ к постановке «Яма» по произведению Куприна Олег Рамодин создавал вместе с режиссером Петром Монастырским. С театром драмы художник сотрудничал 10 лет. Рассказывает, каждая афиша рождалась в творческих спорах. В свое время я пришел в наш театр драмы к Петру Львовичу Монастырскому. И я многому у него научился, прежде всего, работать с автором. Театральный плакат до сих пор люблю. А книжная иллюстрация, ну это, наверное, прямое следствие. Это где-то, может быть, даже родственный жанр. Работа со словом драматургическим, работа со словом писательским. Произведения Растана, Шекспира, Бокаччо за годы творчества Олег Рамодин проиллюстрировал десятки книг и журналов. На особом счету детские сказки. Рисунки к ним автор создает, используя уникальный способ. Сначала каждую деталь вручную прорабатывает в технике акварели, затем доводит до совершенства на компьютере. Сказка Ершова «Конек-горбунок» с иллюстрациями Олега Рамодина. Издание этой книги художник ждал долгие годы. И вот к 60-летнему юбилею его друзья-художники сделали ему такой подарок. Книга вышла. Каждая строчка здесь проиллюстрирована работами автора. На ярких, красочных иллюстрациях оживает все – люди, звери, природа. Каждый образ проработан до мелочей. Это картина. Не просто иллюстрация какая-то, а картина на тему или сказки, или какого-то сеченения. Это в наше время очень редко сейчас встретить. Молодым ребятам, детям будет очень-очень полезно смотреть на эти сказки. Окунуться в мир театральных афиш прошлого века и сказочных иллюстраций жители смогут до 1 апреля. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.